Итоги недели на радио Комсомольская Правда. У меня в гостях Душан Михайлович, клирик Вознесенского архиерейского подворья. Здравствуйте. Здравствуйте. С постом поздравляют? Это же или нет? Можно сказать с началом Великого Поста. Тогда я поздравляю вас с началом Великого Поста. Будем говорить об этом в том числе, но вначале я хочу про вас поговорить. Вы человек, с моей точки зрения, удивительной судьбы. Каким образом вы умудрились из Сербии оказаться в Самаре, поучиться там в семинарии? Потом куда вас занесло? Потом в Чили. Потом в Чили, в Сантьяго, и потом в Екатеринбург. Да, да. Как вы умудрились вот этот путь пройти? Ну, это очень длинный рассказ. Можно сказать, что... Нет, можно сказать, просто так получилось, но хотелось бы какие-то подробности. Да, это... Сначала могу сказать, что я вообще-то в Советском Союзе еще жил, где-то с 1986 года. Девять лет я учился в Москве, в Гнязьевском тогда институте музыкальном, стал дирижером. И в 1995-м я вернулся в Сербию, там я работал дирижером на Сербском народном театре, потом был директором оперы. Но вот все время меня тянуло обратно в Россию. Потом я стал, так скажем, очень сильно верующим. И у меня вот это желание вернуться в Россию так чудесным каким-то образом в 2007 году. Я оказался в Самаре, и абсолютно случайно была встреча какая-то, потому что я хотел там как-то зацепиться. Мне предложили остаться в семинарии, хотя это было очень для меня и странно, и необычно. Но все-таки принял это предложение владыки Самарского Сергия, тоже он это благословил. Я там остался несколько лет, закончил семинарию. А потом наш митрополит Амфилохий сербский, он как раз в это время организовал епархию в Латинской Америке. Ему нужны были люди, которые могли бы работать в миссии. И поскольку я уже жил за рубежом, я уже говорю там тогда на трех, сейчас на четырех языках, то это, конечно, ему показалось, что это самая хорошая кандидатура. Но это православная церковь, то есть вы, что называется, и туда, и туда подходите. Да, да, да. И вот это была сербская православная церковь в городе Сантьяго. Я там служил восемь лет. Но дело в том, что все время там я общался с русскоязычными. Сербов там мало. Ходили они в церковь неохотно. А вот русскоязычные, значит, там и из России, и украинцы, и белорусы, все вместе. В том числе Константин Чудовский. И в том числе. Вот самое главное. Вы все знаете уже. Это был мой, можно сказать, первый прихожанин. И мы все время там встречались. Я поясню для слушателей. Это сейчас главный дирижер Уралопера. Но я думаю, что слушатели уже должны знать такой факт. И он сейчас, кстати говоря, и главный дирижер, и художественный руководитель Государственного Кремлевского оркестра. Вот который только-только что организован. Очень интересный состав, очень интересный ансамбль. И вот это наше общение длилось все эти годы. И в один момент он получил предложение поработать в Екатеринбурге. Но ему сначала это казалось странным каким-то. Ну, не думал как бы серьезно останавливаться. Но приехав сюда, он был просто в восторге от города, от людей, от того, как его приняли. И он все время мне говорил, ну, вот это просто прекрасный город, приезжайте сюда. Он познакомился с Владыкой Кириллом, который здесь был в то время. И Владыка Кирилл меня пригласил просто пообщаться. Ну, и я приехал. Это было как раз начало пандемии. До начала, можно сказать, в начале марта 2020 года. Недельку я здесь как бы посмотрел все. Надо сказать, что сразу вопрос, а почему мы уехали из Сантьяго? Потому что там на самом деле были очень серьезные происшествия, которых почему-то никто не знал. Волнения были. Было и волнения, да. Это продолжалось буквально на ежедневном уровне. В течение года ситуация была довольно нехорошая. А у меня были еще другие какие-то личные, всякие моменты. Поэтому, когда Владыка предложил остаться здесь, я принял это предложение. Как вам Екатеринбург после Сантьяго? И вот шел сейчас с одной работы на другую. Лед, грязь, холодно, ветер. Ужас просто. Ну, не буду врать, конечно. До сих пор у нас есть некоторые проблемы с этим. Потому что, знаете, Сантьяго это примерно погода, как в Калифорнии. То есть там в основном солнце. Там даже бессмысленно смотреть иногда прогноз погоды, потому что он везде одинаковый. То есть солнце, солнце, солнце. Как вам здесь? Здесь есть много положительного, но есть и моменты всякие. Я не могу... Что положительного? Но, естественно, для нас, мои дети, моя супруга, русскоязычные, учеба. Знаете, там все равно люди очень другие. Это можно вообще посвятить целую передачу, менталитету латиноамериканцев, особенно чилийцев. Это, можно сказать, наши люди, при встрече с ними, у них происходит такой культурологический шок. И нужно несколько лет жизни, чтобы понять, на каких волнах они функционируют. Хотя любому туристу кажется, что это очень просто. То есть вам понравилось то, что здесь русские? Да, что здесь... А город сам? ...свой город. Мне нравится то, что он компактный. Он напоминает по всему, как, скажем, любой большой город. Вот Москва, Петербург, но он меньше и доступный. Допустим, Москве может и часами проводить в пробках. Ну, вот тут мы с вами совпадаем. Я не раз это повторял разным людям. Что не нравится? Ну, многие говорят, что это тяжелый город в плане, скажем, по отношению с другими, не настолько, скажем так, дружелюбный. Я не могу сказать, что мы особо это почувствовали, но должен признаться, что наши дети в школах это почувствовали. Блеск был момент такой. Вы сказали, стал внезапно верующим. Как это так? Ну, я не стал внезапно. Этот процесс был очень долгим. Где-то 12 лет. Я должен признаться, что я не был верующим вообще, когда я приехал в Москву в 86-м. Но потом, можно сказать, и под влиянием именно русской культуры, музыки, то, что я изучал, читал. Потом, знаете, 89-й год, 90-е, когда все начало меняться, была такая волна. Люди стали свободно искать. Я тоже искал. И вот меня потихоньку приводило к православию. Но процесс, можно сказать, длился где-то с 89-го года по 2000-й год. И тогда уже все больше и больше меня это как-то захватывало. Так что можно сказать, что это было не внезапно. Просто в один момент я понял, что я бы хотел что-то другое в жизни. А во что вы верите? В то, что Господь Бог сотворил наш мир за 7 дней? Точнее, за 6, на 7-й отдыхал. Знаете, я верю в то, что Бог вообще-то всемогущий. Он мог сотворить мир не в 7 дней, он мог его сотворить вообще за одну секунду. Но он по промыслу своему решил вот примерно в такой срок сделать мир. И все в мире происходит по воле Божьей? Что-то по воле, что-то по допущению, что-то по снисхождению. Есть разные воли Божьи. Поэтому войны, концлагеря, холокоста – это по воле, по снисхождению или по допущению? По допущению. А зачем он это допустил? Ну, допускает по… в каждом человеке есть свобода. И каждый человек действует по своему желанию что-то делать. Поэтому Господь допускает, чтобы это проявлялось, чтобы люди понимали свое падение. Потому что, знаете, не только войны, вся природа свидетельствует о том, что что-то неправильно. Мы говорим всегда, что природа вокруг, она прекрасная. Но изначально не было насилия, не было таких вещей. После падения Адама и Евы мир изменился. И появилось насилие, животные стали есть друг друга. Мир стал небезопасным местом. Поэтому это все проявляется именно как свидетельство того, что мир должен меняться. И мы должны меняться. Ну, тогда Господь Бог нам устраивает периодически очень яркие демонстрации. Не Он устраивает, это мы устраиваем. Но Он позволяет нам это устроить, хотя мог не позволить. Но мы же свободные люди, поэтому Он не влияет на нашу свободу. Про пост обещали. Время осталось мало. Про пост обещали поговорить. Что нужно делать в пост? Ну, сказать, что нужно, зависит от уровня нашей воцерковленности, нашей веры. Если человек не верит, ничего не нужно. Если он верит мало, ну, мало нужно. А если он верит много, то нужно больше. Пост – это подготовка к воскресенью, праздник воскресенья Христова. Это время, которое мы посвящаем очищению нашей души, тела. Как, знаете, любой врач, который всегда какую-то диету дает людям, которые болеют чем-то. Так вот у нас есть телесный и духовный пост. Ну, вот про диету как раз. Очень многие люди, которые совершенно невоцеркленные, они, о, пост, я сейчас попощусь, я похудею как раз там весна-лето. При этом они никак не меняют свою жизнь и все остальное, кроме того, что начинают там не есть мясо, есть мало и так далее. Это не дает ничего. Потому что суть поста в том, чтобы мы подготовились к молитве, к самоанализу, созерцанию себя. Я просто, когда мы присыщаем свое тело, мы, естественно, ничего не хочется делать. Тем более молиться, там углубляться. Хочется просто посидеть перед телевизором, что-то посмотреть легкое и спать. Так что это грубо, да? Я правильно понимаю вас, что вот подумать, покопаться в себе, помолиться – это лучше, чем просто перестать есть? Нужно, чтобы подумать о себе, и чтобы все это дало эффект, нужно меньше есть. Спасибо большое. Душан Михайлович был в итогах недели на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге.